До начала саммита G20 в Китае остается уже не день, а какие-то считанные часы. Сегодня в Ханчжоу уже прилетел генсек ООН Панг Геймун. У него уже запланированы личные встречи с некоторыми лидерами большой двадцатки. В Ханчжоу также прибыл и премьер Канады Джастин Трюдо. Он находится в Китае с официальным визитом и уже может рассказать об успехах за несколько дней до начала саммита. После переговоров с председателем КНР Си Цзепином, канадцы подписали сразу несколько крупных контрактов на полтора миллиарда долларов. А вот американскому президенту встреча с китайским лидером только еще предстоит. И будет она явно не самых приятных поводом стали территориальные споры в Южно-Китайском море. Враг Обама попросил Пекин не играть мускулами и еще раз подтвердил позицию штатов, которые выступают против усиления активности Китая в спорных регионах. Этот саммит обещает стать очень насыщенным и выйти далеко за пределы заявленной программы. Форум в Ханчжоу станет самым массовым по числу участников. Ведь в его работе впервые примут участие еще и представители развивающихся стран, а не только та самая двадцатка лидеров. На саммите нынешний председатель ОСЕАН ЛАОС, а также председатель Африканского союза Республика ЧАТ. Вот такие необычные участники G20. Понятно, что они в G20 не входят. А вообще Китай дает четко понять, деятельность большой двадцатки уже давно касается не только самих этих стран. И от решений, которые могут быть здесь вынесены, действительно зависит судьба, если не всего мира, то подавляющей его части.